Привет, это Кик! Сегодняшнее видео будет про рипл джунгли и короля джунгли, которые все вместе создали азиатский хаб. Почему? Follow me into the jungle! Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд. Остановимся на Таиланде, поскольку эта страна очень сильными темпами развивается в Азиатском регионе, и все хотят участвовать в этом развитии. К примеру, Китай инвестирует 12 миллиардов на построение суперскоростных железнодорожных станций, или же инвестирует в модернизацию таиландской армии. Круто звучит, да? Другими словами, продают оружие. Америка, которая инвестирует и в нефтепромышленность, там компания Chevron, или червопроизводство, к примеру, Seagate. В Seagate инвестирует также японская SPI, Soft Bank Investment Group. Но везде, куда бы Америка не инвестировала, или с помощью Японии не инвестировала. Все равно, везде есть один темный лорд. Ну, о нем мы говорили уже, да? The Vanguard Group. К примеру, тот же SPI. Vanguard Group в десятке топ акционеров. Ладно, нам интересен банковский сектор. И в Таиланде один из самых крупных банков, конечно же, Cyan Commercial Bank. Но и тут без Vanguard, конечно же, не так. В семнадцатом году они объявили, что в партнерстве с SPI японской они будут использовать Ripple.net для того, чтобы начать быстрые переводы. Но до середины восемнадцатого года ничего не произошло. А в середине восемнадцатого года, конкретно в июле, король Таиланда. Год назад я тоже не знал, что там есть король. Но, оказывается, он там есть. И имя ему мало. У него трудное имя. Так вот, король в июле имел только 0,76% в этом банке акций. Но что-то заставило короля поднять в 40 раз почти количество своих акций. И в конце июля у них у него было уже 30% в Cyan Commercial Bank. Это было в июле. Потом август. А что произошло в августе, не скажу. Скажу в конце видео. В сентябре Cyan Commercial Bank присоединились к Ripple Multi Hub технологии. SPI в Японии тоже самое сделала. И они начали осуществлять эти быстрые переводы с минимальными комиссиями. Почему? Потому что с помощью Multi Hub можно до 70% минимализировать комиссии на перевод. К примеру, если комиссия составляет 10 долларов в рынке, то есть у тебя уже минус 7 долларов, 3 доллара тратится на комиссии, можешь поставить еще 3 доллара, 6 долларов будет, но все равно ты не в конкуренции. И спустя всего один месяц Cyan Commercial Bank понимает, что они удвоили количество переводов. И то же самое происходит на следующие месяцы. После этого в ноябре Cyan Commercial Bank и Ripple открывают Payment Hub в Таиланде, к которому могут подключиться все финансовые институты из джунглей. Из Лаоса, Камбоджа, Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Корея. В последующие месяцы много компаний присоединяются. К примеру, CIMB, Малайзийский гигант по аккредитованию, присоединился в ноябре, позже присоединился в маленький эксчендж, потом AMUFG банк. Много компаний присоединились к этому Payment Hub. А что дает Payment Hub? Payment Hub дает возможность всем этим компаниям сразу с помощью простого API подключиться к технологии Ripple. и воспользоваться теми крутыми опциями, что есть у CIMB. Тут, наверное, вы подумаете. Ладно. CIMB снизили комиссии. Вместо этого получил очень много переводов. Но если они открывают доступ к этой технологии для всех компаний финансовых, в чем же выгода? Лига дотаится где-то в другом месте. И для этого мы вернемся в август. В августе CIMB инвестировали в Ripple во втором раунде 55 миллионов долларов. То есть, получается, король увеличил свои акции в CIMB, чтобы иметь больше акций Ripple. Ну ладно. Как это связано с прибылью? Для этого нужно понимать следующее. Когда мы говорим, что создается хаб, и CIMB инвестирует в Ripple, получает акции. На ПК акции. Или еще и XRP. Вот, к примеру, SBI Holding, которые инвестировали в Ripple, взяли 12%. Также они взяли 8,9 миллиардов XRP. Почему? По сути, SBI это хаб в Японии, которая с помощью консорциума банков 64 банка посвечила к MoneyTub. Не только в SBI, еще 4 банка. Это хаб в Японии. А как создатель хаба, у него есть огромное количество XRP плюс доля в Ripple. Сайм Коммершал Банк делает то же самое. Берет долю Ripple. Он еще и берет XRP. Почему? Потому что дело в ликвидности. Дело в том, что хабы не создаются спроста. Хаб, это еще и тот эксчендж, другими словами, Сайм Коммершал Банк. Это еще и тот эксчендж, который будет обеспечивать ликвидность для конвертированных XRP. И Сайм Коммершал Банк, хотя и не зарабатывает деньги на переводах, так как она зарабатывала тогда. Да, сейчас количество переводов выросло, но стоимость уменьшилась, прибыль, да? Но с этого, конечно, прибыль как-то растет. Но поскольку с помощью хаба уже все этим пользуются, это не фишка. Фишка в том, что для всех этих компаний эксченджем, в котором есть огромное количество XRP, будет вот эту ликвидность, будет обеспечивать Сайм Коммершал Банк. Как и СПА, это будет делать в Японии. И на, конечно, конвертирование, вот тогда и они будут зарабатывать деньги. Поняли? Теперь вам понятно, почему, к примеру, Гором Баффет удвоил количество акций в Банков Америка. И в Банков Америка он тоже там есть десятки. Кстати, знаете, сколько Роль потратил? 5,8 миллиардов долларов на то, чтобы вот с 0,76 вырасти свои акции, количество своих акций до 3,0 процента, 30 процентов. Он потратил почти 6 миллиардов долларов. Я хочу, чтобы вы кое-что понимали. Если это Vanguard Group будет против, в неделе не Ройпула этого не будет. Ни одна компания, в которой он десятки топ-акционеров, если он знает, что вот эта компания будет есть прибыль из-за Риппл, он не позволит ему присоединиться в Риппл. Хотя кое-что еще добавлю. Маннграмм, которые не позволили продаться китайской Айнт Файнэншелл, тогда в Вайнд Файнэншелл, в Вангард Групп не было. И для того, чтобы это не делалось, Транс заявил, что нельзя в целях национальной секьюрти, нельзя продавать маннграмм китайцам. Но вот они продали часть Риппл. Конечно же, он в десятки акционеров. Если он против, значит все. Но они продали Риппл. Так что Вангард взял это все, чтобы Риппл внедрилась и начали использовать XRP. Потому что из-за использования XRP, вот все эти компании, не важно, это Банк of America, не важно, это Сайм Коммершал Банк или же Маннграмм, они все будут зарабатывать. Будут зарабатывать и на количество транзакций, плюс на конвертации для всех. В Азии только два этих компаний, SPI и Сайм Коммершал Банк, два этих хаба, будут зарабатывать все равно больше, чем все другие. А тот, кто десятки акционеров, будет зарабатывать еще больше. И вот почему Вангард и против Риппл. И почему они создали хаб. Дело в том, что если вы откроете, к примеру, программное обеспечение, создаете мобильное приложение, с помощью которого люди могут отправлять средства, вы поставите комиссию маленькую, то же самое, что есть и Сайм Коммершал Банк. Но вот Сайм Коммершал Банк, они заработают все равно больше, чем вы, потому что они также заработают на эксченже, XRP на эту валюту. И вот с помощью этого хаба. То есть рынок открыт для всех. Но прости, самые крутые парни тут, они будут зарабатывать больше, чем ты. Это нормальный. Купи XRP на несколько миллиардов, сделай свой эксченж. Станет trusted партнером Риппл. Нужно что-то сделать с Китаем. Пока что Риппл в Шанхае имеет офис. И Девангард с Айн Файнэншал, китайский гигант, финансовый гигант. Они создали фонд Девангард Грейт Волл. Великая стена Вангарда. Во что они будут инвестировать? Как они что решат? Будет интересно за этим следить. Follow me into the jungle. Follow me into the jungle. There ain't no god on my street.